На него большой террариум, там естественно есть и бассейн, а также есть и выход на берег. Для двухпословой еды они любят достаточно долго подъезжать, погреться под теплой лампой, скажем, на солнышке искусственном. Соответственно, в воде они проводят в целом большую часть своей жизни, потому что являются уже водным животным. Под водой они находятся, или как? Как они находятся? Прямо на воде, то есть, ну где-то на мели, так скажем. На мели, да? Да, потому что у него есть и глубокая часть, и не сильно глубокая, и чаще всего он прибывает именно там, где помельче, так скажем. Ну дабы не сильно напрягаться, и все время плавать, видимо. А под водой он может находиться? Да, конечно, под водой долго может. У них, как известно, есть два века. Одно для того, чтобы как раз видеть под водой, оно полностью прозрачное, а второе, то есть, ну, для защиты, как бы... А дышать? А дышать он на долго достаточно может задерживать. Насколько? Хм... Точно не могу сказать. Такими свиньями сейчас... Ну, сколько при вас он лежал под водой? Ну, как, ну, при нас бывает, что, может, и там, на минуту вполне можно дырнуть, как бы, это для него явно не предел, так как бы, ну, не знаю, не заныривал никогда с кокодилом, сам и так прям не засекал сейчас, так говоря. Вот, а так вот, я говорю, то есть, в частности, он больше любит где помельче. Ну, когда охотится, конечно, я думаю, не ходит глубиной. Ну, конечно... Ну, конечно.